Раньше на этом месте была асфальтированная площадка и металлическая детская горка советских времен. Совсем недавно здесь появились спортивные уличные снаряды, кольца и перекладины. И это вызвало негодование жителей двора, особенно родителей маленьких детей. Они рассчитывали, что во дворе поставят детскую игровую площадку. В итоге получилось у нас, вы сами видите, спортивный комплекс непонятно для кого. Потому что у нас здесь в основном маленькие дети. А спортивный комплекс, кто будет заниматься этим, ну, вряд ли. Оно просто будет стоять и ни для чего не нужно. По словам жильцов дома, вопрос благоустройства дворовой территории обсуждался на собрании собственников. Жильцам было предложено выбрать подходящие варианты детской площадки. Но вместо желаемых горок и песочниц установили спортивные турники. Возводилось это вечером, все и очень быстро. Это поставили, замазали, уехали. Оно сделано с нарушениями полностью здесь и оно разрушается. Оно рассыпается полностью. Тот комплекс, он идет с нарушениями. То, что он травмоопасный по земле. Под спортивным комплексом должно быть ударопрочное покрытие, не щебень. Двор 11-го дома по проспекту Мира – это часть квартала номер 2. В него также включен ряд домов по улице Витик-Рабково, проспекту Октябрьскому и улице Держинского. Спортивная площадка с резиновым покрытием финансировалась по адресной программе благоустройства. Стоимость проекта порядка 390 тысяч рублей. Было обращение, что там стоит старый комплекс. Он уже себя изжил, в неприглядном виде находится. Его нужно заменить. Вот каких-то конкретных предложений. Как бывает, люди обращаются с конкретными предложениями, что они хотят. Мы встречаемся, предложения свои людям показываем. Всегда готовы пойти на общую работу. Но вот такой ситуации здесь не сложилось. В этом году в квартале номер 2 начались работы по комплексному благоустройству. Был разработан эскизный проект, согласно которому территорию поделили на несколько площадок. Спортивную, игровую, хозяйственную и другие. Реализовать задуманные изменения можно несколькими путями. Через программы поддержки местных инициатив, формирование комфортной городской среды и муниципальный бюджет. Адресная программа по благоустройству в городе, она формируется по заявкам депутата в городской думе. У нас 34 округа. По каждому округу работает депутат. Он работает с населением. Люди обращаются к депутату. Потом люди обращаются в департамент городского хозяйства. В ДГХ также пояснили, что спортивная площадка находится на гарантии. И подрядчик обязан своевременно устранять неисправности. Как только позволят погодные условия, резиновое покрытие отремонтируют. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.